Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас в рейтинге букмекеров, а точнее в той его части, где говорят о хоккее, только хоккей и ни о чем, кроме хоккея. Можно, конечно, поговорить о шахматах, тем более, что у современного хоккея с шахматами много общего. И дело не только в том, что обе эти игры иногда заканчиваются матом, а в том, что хоккей все больше превращается в своеобразный тренерские шахматы. Правда, все тяжелые фигуры находятся за океаном, а на нашу долю остается небольшое количество легких фигур и много пешек. Но и с ними наши тренеры умудряются играть гроссмейские партии. И полуфинальная серия плей-офф между армейцами Питера и Москвы, где собраны практически все легкие фигуры, прямо-таки олицетворение шахмат. И как это принято у шахматистов, после двух первых партий сплошная ничья. Ну, должен был СКА брать второй домашний матч. Он должен был брать его как угодно, хоть боком, хоть верхом на палочке, поскольку второй подряд домашний проигрыш напрямую вел к поражению во всей серии, да, пожалуй, еще к поражению Сухому. Я не склонен преувеличивать заслуги СКА, я их никогда не буду увеличивать. Скорее всего, это их первая и последняя победа в данной серии. Просто во втором матче питерцы были более злые и более настроены на результат, а ССКА был несколько более вальяжен, о чем говорит хотя бы тайм-аут москвичей, взятый тогда, когда его ни в коем случае не нужно было брать, поскольку у СКА был проброс, и они не могли сменить свою уставшую пятерку. Но третий матч серии будет уже в Москве. И те самые чашки весов, о которых я неоднократно писал и говорил своих прогнозов, теперь должны качнуться в сторону ССКА. Москвичи потерпели первое поражение в нынешнем плей-офф, и оно пришлось на десятый по счету матч. Как говорится, надо и честь знать. Вот они и честь и знали, отдав питерцам победу. Причем сделали это как-то спокойно и обыденно. Ну, согласитесь, не так играются последние минуты, когда команда хочет спасти игру кровь из носу. Совсем не так. Зато теперь все удовлетворены, никто не бросит камень внебритого Ротенберга, а это само по себе зрелище не для слабонервных. Дальше можно спокойно доедать СКА у себя дома и подвесивать питерцев со счетом 3-1 серии перед выездным матчем. Ну, то есть вы все поняли. В третьем матче ССКА должен победить, должен и обязан. Вновь нам никуда не деться от тренерских шахмат. Вновь наиболее вероятным исходом поединка станет счет 2-1 в основное время. Не думаю, что соперники захотят за те же деньги бегать лишнее время. В общем, ССКА сделает свое дело и поведет в счете. И уж точно не верится, что у такого ССКА Питерцы смогут в оставшихся матчах выиграть более одного матча еще. Такой у меня для вас прогноз. И думается, в этой серии других прогнозов быть не может. Но они могут быть в рейтинге букмекеров, куда я вас и приглашаю. Здесь прогнозов мало не бывает. А теперь еще есть и регулярная передача отдела хоккея, которая традиционно выходит строго два раза в неделю. Смотреть вам, не пересмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok